Молочные реки с ядовитыми берегами потекли в Воротынском районе. Там местную речушку превратили в сливную раковину. В поселке Воротынец есть маленький частный завод по производству масла и творога. Так вот, как говорят местные жители и работники предприятия, остатки продуктов и химикаты, которыми промывают технику и цистерны, сливают прямо в реку. Причем совсем этого не стесняясь. Молочные реки как говорится, и очень сильно воняет. Каша начинает, вот она тут не тонет, она вверху остается, а под ней, как в фильмах ужасов, только такого нету. В фильмах ужасов я не смотрел, вот эта вот бяка вся, бяка, вот она продолжает печь вон туда. Вот смотрите, вот смотрите, какая параша. Вот где скопление, вот где трава застряет она, вот здесь прямо вот каша, вот каша, понимаете? Ядовитая каша. Я так думаю, это от производства сыра, вот эта сыворотка остается. И вот она, они бачки моют там, наверное, вот. И вот это все закачивают в эту машину, все эти отходы. При чистке баков они, значит, используют наверняка какое-то химическое средство. Тоже вот все, и все это вот мы видим здесь, сейчас это наблюдаем. По 10-15 машин в день. Это приличный объем додуматься, выбрасывать молочно-биологические отходы опасные в реку, напрямую в реку, которая вот впадает вот через 50 метров, впадает буквально в речку Гремячку. Вы знаете, как должны утилизироваться вот это все, а? В реку, в реку утилизируйте. Я откуда знаю, что это... Вот, а же вы говорите, знаете. Мне откуда сказали сливать, я туда сливаю. Нет, секундочку. Как стыдно, честно, больно, рыбы нету. Река умирает, и вы еще ее добавляете. На заводе очевидные вещи решили не отрицать. Говорят, да, сбрасываем, но уверяют, что вреда природе никакого не наносят. Оборудование мы моем всем, чем можно, но оно все как бы не вот что там, прям термоядерное. Мы же не просто так туда поехали, вот именно сами захотели. У нас заключен договор с коммунальными. Мы туда и возим. Если нам его дали добро, значит, можно. Во век я не поверил, чтобы те разрешили вот эту дрянь. Это же класс биологические отходы, они приравниваются по этому, по Санпину. И дать разрешение на сброс в эту в речку, это не может этого быть. У тебя, значит, а когда будет? Завтра. Завтра. А кто уполномочен за него? Никого. Сказали, что имеется договор на руках. Вот хотели бы узнать. Дело в том, что и дамы, которые занимаются договорами, тоже на больничном. В местной администрации заявили, что сливать отходы, какие бы то ни было, в реку, естественно, нельзя. И с ситуацией обещали разобраться. Будем штрафовать за неустановленное место слива дальше. А утилизировать как-то то, что уже сбросили? Будем выяснять с тем, кто это сделал, как они будут утилизировать, убирать. Вы напишите заявление, а там будем определять, кто ответственный за этот вопрос.